Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по великому американскому пикаповедению. Занятие ведет Алексей Мочулов. Концентрат мысли сегодня посвящен пикапам Форда. Та самая знаменитая серия F. Со второй получасовки мы будем принимать звонки желающих похвастаться. Добрый вечер! Значит, сегодня мы приступаем к рассмотрению автомобилей марки Ford. Пикапы этого концерна в Америке уже, я не знаю, сколько-то, наверное, пару десятилетий занимают топовые рейтинги в продажах, периодически вступая вместо кому-нибудь еще. Но в общей сложности практически ежегодно так или иначе становится траком года в Америке. Поэтому, наверное, было бы глупо подозревать американцев в том, что они не разбираются в больших полноразмерных пикапах. Значит, что-то в этих машинах все-таки есть. Хотя в нашей стране F-серия Ford недооценена и находится в таком постоянном андеграунде. Потому что самый популярный пикап полноразмерный в России, по моей оценке, это Toyota Tundra. Ну, в общем, понятное дело-то, что все русские любят Toyota. Ну и на втором месте уже пойдет Dodge, а потом уже только Ford и все остальное. Соответственно, в моем понимании это, скажем так, больше вопрос моды и наших внутренних привычек. Поэтому вот мы попробуем как раз разобраться, чем хороши или плохи Ford с индексами 1500, 2500, 3500. И, соответственно, какие стоит заказывать и какие не стоит. Тем более, что официально они в нашу страну не придут никогда. Несмотря на то, что в прошлом году на выставке «Вездеход» вдруг мелькнуло полуофициальное присутствие одной американской компании, которая готова была сюда таскать серию F и даже поддерживать гарантийные обязательства по дилерской сети Ford. Идея не получила продолжения. Ну, в общем, это совершенно было прогнозируемо, потому что желающих таскать сюда большие пикапы много, но чаще всего это мелкие лавочники, которые так или иначе наполняют рынок серыми поставками, но поддержать какие-либо условия гарантийного обслуживания или еще что-то мало кто может. Даже если заявляют, что они сохраняют заводскую гарантию, ну, в любом случае, сами понимаете, ни из складов запчастей ничего нету, поэтому любая мысль о покупке полноразмерного пикапа, она у вас все равно должна вызвать ряд вопросов. Ну, вот, кстати, тут очень большая разница между Ford и Toyota. Toyota покупают, потому что она не ломается никогда. Как известные японцы, эту машину, Tundra, производимую в Японии, топят в океане, потому что она не ломается. О том, что она не производится в Японии, и японцы даже не подозревают о ее существовании, мы ее сейчас в данном случае обсуждать не будем. А вот Ford, как же Ford? Ford, да, их чинить придется. Именно этим и определяется популярность всего японского в нашей стране. Потому что оно же вечное, оно же не ломается. Там же качество! Это, Сергей, огромнейшее заблуждение нашего рынка, потому что, изучая статистику отказов по различным полноразмерным пикапам, я пришел к очень странному выводу, что вот по Tundra отказа есть. И немало. А вот по F-серии, например, особенно по 150-й, по самый массовый, именно по легким пикапам, которые... Ты нули там, все называют до конца 150-й или 1500-й? У Ford это, соответственно, 150-й. Ну, в общем, это на самом деле, как бы по всем американским тракам идет вот эта вот небольшая путаница. Я даже не смогу с полной ответственностью рассказать, что такое 1500 или 150 в данном случае. Но в любом случае мы должны помнить, что если индекс у любого производителя 1500 или 150, это, соответственно, легкая серия. То есть рассчитано не на коммерческое использование, а для езды по дорогам общего пользования, для семейного использования, для перевозки, там, грубо говоря, снегоходов, квадроциклов и так далее. В магазин за колбасой съездить. Да, а вот грузовая серия, соответственно, у Ford это F-250, F-350, F-450, а у, например, у Dodge это там 2500-й РМ, 3500-й РМ. Они уже изначально позиционируются как автомобили с такими коммерческими наклонностями, и, соответственно, в гражданском использовании они, конечно, будут ездить долго и счастливо, но не подарят вам того комфорта, который будет у легковой версии. А если учесть то, что дороги у нас в России плохие, то вы сразу почувствуете разницу между грузовой версией и легковой, потому что любой лежащий полицейский, любая выбоина, любая трещина, она будет гораздо более ощутима на грузовых пикапах. Тем более, снегоход, который вы круглый год возите с собой в кузове для балласта, он будет там тоже биться, будь здоров, как? Ну, в том дело, что в качестве балласта никто обычно не возит ничего, езда на любом порожнем грузовике, это, в общем, смерти подобно, потому что, ну, он банально козлит и очень жестко. Вот, к тому же, перевозить снегоходы и квадроциклы в кузове можно пару-тройку дней, потом его все равно украдут, поэтому такой балласт не самый практичный. То есть, если уж люди чем-то утяжеляют, то или вваривают какую-нибудь стальную плиту где-нибудь под кузовом или еще что-то, ну, то есть, есть подобные ухищрения, но, как говорится, зачем нужно изобретать велосипед, если можно купить более гражданский пикап, он будет такого же размера, как, ну, практически такого же, как и более грузовые, но при всем при этом у него хорошее оснащение, море разных гаджетов, там, правильный отделка салона и так далее. Вот, ну, и плюс он, к тому же, дешевле, то есть, это тоже ведь немаловажный момент. Вот, и, кстати говоря, вот, если, например, разбирать отличия, там, Форда F-150 от Форда F-250, то я вам могу так сказать, что даже стоимость обслуживания этих машин, она будет разниться примерно раза в два, потому что у маленького, в кавычках, 150-го, который длиной почти 6 метров, у него заливные объемы, например, в двигатель 6 литров, да, там, в мосты по 2 литра, берешь 250-й, мотор-то не сильно вроде бы больше, а в мотор уже заливается, там, 10-12 литров, в мосты по 4 литра, ну, и так далее. И, соответственно, цена на запчасти примерно так же увеличивается в сторону увеличения, поэтому нужно понимать, зачем это нужно. То есть, если вы на машине зарабатываете, или, там, она у вас реально используется как тягач, то тогда, да, грузовая серия имеет смысл. А если ездить по нашим дорогам, особенно в весеннее время, когда вы идете на порожнем пикапе, а кругом Сталинград, то тогда, конечно, лучше ездить на маленьком, у меня прямо язык не поворачивается, называть маленький ЗИЛ-130, и большой ЗИЛ-130. На F-150 мы, в общем, пользоваться всеми привычными, как бы, достижениями современного научно-технического прогресса. Тем более, что, например, если взять F-150 в достаточно богатых комплектациях, ну, например, там, в комплектациях Harley-Davidson, то он по внутреннему оснащению будет достаточно близок к Lexus 570. То есть, там у него будут все гаджеты, которые только возможны. У него и качественная кожа, и отличная мультимедийная система, и хорошая музыка. Ну, в общем, короче говоря, машина упакована как надо. И при всем при этом, так как производители прекрасно понимали, для какой категории клиентов они ее производят, там немножко помягче стоят ресорки, немножко такие более свободные амортизаторы. И, соответственно, автомобиль даже на 20-х, а то и на 22-х. Ну, вот у Harley-Davidson в комплектации у нее 22-е диски. Машина даже на таких колесах совершенно нормально идет по разбитым дорогам и не вытрясает душу совсем. И многие владельцы, у кого был и Lexus, и F-150, говорят, что даже в некоторых условиях он превосходит. При всем при этом даже я слышал такие интересные истории о поездках в деревню. В деревне была паника. Да-да-да-да, у людей, у которых сперва был, например, Lexus 470, который на базе сотового Land Cruiser, и которые потом пересели на Ford. И многие говорили, что скорость-то возросла именно на Ford, а не на Lexus. Хотя весь автомобильный рынок России говорит об обратном, о том, что как же Toyota, Lexus для плохих дорог. Для русских деревень. Перерыв на новости. Занятие по американскому пикаповедению продолжает вести Алексей Мачалов. Значит, продолжая тему как раз серии F-150, мы остановились на такой модификации, как Harley-Davidson. Это одна из самых роскошных модификаций F-150. И, скажем, круче ее, наверное, можно упомянуть только автомобиль Ford Raptor, который имеет практически имя собственное, благодаря которому, в принципе, серия F стала хоть как-то известна на нашем рынке. Соответственно, для тех, кто не очень в курсе, это серийный пикап, который сделан с небольшой оглядкой на американские гонки типа Baja 1000 и так далее. То есть машина на такой, пусть бюджетной, но все-таки такой ралли-рейдовой подвеске длинноходной с очень таким ярким внешним видом. Чаще всего выпускается также в ярких цветах, в оранжевом, в синем. В общем, такие броские автомобили с прямоточными выхлопами. Все, кто ее видел на дороге, на нее не обратить внимание просто невозможно, потому что он и рычит, и выглядит сумасшедше. Вот, значит, у автомобиля бензиновая восьмерочка традиционная, 411 сил, моторчик 6,2 объемом. То есть для нормального смертного человека эти цифры, они смерти подобны. Вот, при этом задний привод, подключаемый только полный. В общем, машина совершенно прекрасная, и ее отличает от всех остальных F-150 на самом деле не мотор, потому что у Харли Дэвидсона те же самые 411 силы, в принципе, все то же самое. Отличает именно подвеска. Там стоят стоечки, которые позволяют дубасить по разбитым грейдерам, по каким-то там очень разбитым асфальтированным дорогам на практически там на любой возможной скорости. То есть подавляющее большинство владельцев разгонялись по грунтовкам до максималки. А максималка у него электронная отсечка на 160 срабатывает. Ну и, соответственно, самая распространенная поломка, в которых все обсуждают, это человек сломал раму. Потому что на этой машине люди, насмотревшись роликов в Ютубе, почему-то начинают искать трамплины и прыгать. Ну и, в общем, понятное дело, что рано или поздно что-нибудь дохрустнет. Обычно позвоночник, а тут почему-то рама. Да, вот по поводу позвоночников, как раз благодаря нормальной подвеске, я еще раз подчеркнул, что это бюджетная линейка подвесок. То есть, если машина готовить к спорту, она в любом случае не подойдет. Ни в коем случае. Но для гражданского использования шасси совершенно пуленепробиваемая, с очень высоким уровнем энергоемкости и, соответственно, с достаточно хорошим ресурсом. И неудивительно, что именно рапторы очень сильно полюбились на Дальнем Востоке, там, где как раз люди якобы все время ездят на всяких сафарях и крузаках. Вот люди, которые как раз гоняют на длинное расстояние по грейдерным разбитым дорогам, они почему-то аккуратненько начали пересаживаться на эти самые рапторы, потому что он стоит чуть дешевле, чем Long Cruiser 200. При том, что, сами понимаете, энерговооруженность совсем разная. Вот. Управляемость у него гораздо лучше, чем у Long Cruiser 200. По оснащению в салоне он, в общем, примерно на том же самом уровне. При этом еще машина броская, яркая, красивая, а дорожный налог на нее меньше, потому что это грузовик. И поэтому, как бы, не стоит удивляться, что серые дилеры практически там озолотились на этих машинах. Причем их производится не так много в Америке. То есть, там даже есть целый рынок спекулянтов, которые их перекупают в Америке, потом продают на 5-7 тысяч долларов дороже уже перекупщикам из России и из других стран. В общем, живую машину найти можно, потому что у них еще возраст очень юный. То есть, машинки там сейчас у нас в основном продаются там 11-12 года. Вот. Средний там прайс там в районе 2-2,5 миллионов за чуть-чуть побегавшую машину. Ну, в общем, это настоящее произведение искусства. Опять же, не забывайте, что Long Cruiser 200 стоит сейчас 3,5 миллиона в среднем. То есть, разница колоссальная. Просто поэтому, как говорится, я не хочу никого отговаривать покупать Toyota, но думайте сами, да, есть у вас лишний миллион или нет, и хотите вы получать удовольствие от езды или нет. Соответственно, по прочности, опять же, изучаем всяческие отказы по Raptor. Ну, системных каких-то поломок нет. То есть, подвеска ходит, амортизаторы ходят, коробки ходят, моторы ходят, все ходит, все прекрасно. То есть, ну, по крайней мере, до первых 100 тысяч точно никаких проблем особых нет. Есть, естественно, как у любых нормальных американских машин, какой-то такой случайный брак, потому что они, как я понимаю, собираются чуть ли не в Мексике где-то. Вот. Но это крайне редкие случаи. Поэтому, в общем, можно только похвалить. И, сами понимаете, на фоне вот всех тех прелестей, о которых я рассказал, брать грузовую версию, там, какую-нибудь F-250 или F-350, совершенно даже неинтересно, потому что на нем вы сможете ездить практически только по асфальту. Он тяжелее, он будет жрать больше. Кстати, как вопрос о расходе, Raptor, представиваю, вот в этом бешеном моторе, в среднем у людей потребляют 16-18 литров в смешанном режиме, потому что гипермощность, она всегда приводит к падению расхода топлива, потому что негде реализовать. Потому что, вот, например, Ford F-150 с маленькими моторами, ну, маленькие, опять же, по американским меркам, то есть это 5,4-320 л.с., они и жрут больше, и едут медленнее. До сотни разгоняются всего за 7,5 секунд, а Raptor за 6. Ну, опять же, представьте себе грузовик, да, там, размером практически с ZIL-130, который пуляет со светофоров с такой скоростью. И, кстати говоря, коробки передач тоже, в отличие от GM-овских пикапов, про которые мы говорили вчера, более стойкие, и капиталка коробки не выходит за рамки 100 тысяч никогда. То есть все... По рублям или по километрам? Нет, коробка отхаживает уже 200 тысяч, она же в варварском режиме отхаживает, а в среднем 1300 она ходит, и чаще всего их убивают владельцы сами путем, например, такого нехитрого приема, как во время буксования в снегу включить реверсы, пока колеса еще не остановились при движении вперед. Ну, то есть при попытке раскачать у человека рука переключается гораздо быстрее, нежели останавливаются колеса. Ну и, соответственно, таким вот макаром некоторые добивают коробки. Но в целом трансмиссии выносливые, так же, как и моторы, и жаловаться особо на машину на самом деле не приходится. То есть многие вот эти проблемы, даже о которых я говорю, я их на самом деле выискивал. Я вот просто уже выислил, на что же там обратить внимание. Причем машины достаточно гениальные по конструкции. Опять же, те, кто пытался когда-либо сравнивать, например, там F-150 с рэмом, все говорят, вот у рэма полный привод подключается жестко, там нет никаких хабов, ничего и нечему ломаться. А вот там у F-150, там пневматическая система, которая там размыкает, замыкает переднюю ось. Да, все так, но при всем при этом, если у F-150 ломается пневматическая вся система, он замыкается в постоянно включенном полном приводе. То есть без дифференциала. Да, но все равно конструкторы предположили изначально, что это может произойти на бездорожье. Если машина останется заднеприводной на бездорожье, то человек может умеет. Вот, поэтому они, видимо, решили, что лучше он потом поменяет еще раздатку, если он доедет, кроме 2000 километров до дома на заблокированном, ну, со включенным полным приводом. Но все-таки останется, соответственно, живой, здоровый и все-таки дома. Вот, поэтому, кстати говоря, о том, чтобы кто-то убил на F-ке раздатку, я такого не слышал. Если мы вчера про GM-овские машины это обсуждали, нам даже звонил радиослушатель в эфир и рассказывал подобные истории, то про Ford я тоже очень надеюсь, что кто-нибудь нам сегодня позвонит и, может быть, расскажет о том, что кто-то умудрился убить раздатку. Я таких случаев не знаю, хотя Ford в моем наблюдении гораздо больше, чем GM-овских машин. И, как я уже, опять же, говорил вчера, у меня у самого есть опыт езды на Ford Excursion, который, по сути, является F-250, только не пикап, а с полноразмерным кузовом универсал, да, внедорожник. Вот, значит, при этом хочется добавить, что очень большое количество пикапов F-серии, они эксплуатируются в условиях север, российского севера. Вот, если искать отзывы в интернете, вы обратите внимание, что московских практически нет. Это Сахалин, Якутия, Дальний Восток. Морем пришли, и там живут. Перерыв на новости. У нас волна молчания вокруг и почтение к Ford, который сейчас, по-моему, парализовал еще многих людей за рулем, прервана звонком Константина. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Вы похвастаться или позавидовать? Ну, похвастаться прелестями Ford Ranger и позавидовать перед Ford Raptor. Ну, Ranger — это такая детская игрушка, это типа брелка на ключах от Ford серии F. Ну, честно говоря, да. То есть мимо вас как-то раз пролетала эта лошадь удача, но вы не успели на нее вскочить. Генри Форд в свое время говорил, что не каждый сумеет это сделать. Ну, в этом вопросе вы правы. Скажем так, в свое время финансового благополучия не хватило, чтобы разжиться Ford Raptor. пришлось довольствоваться Ranger. И вот как раз был у вас момент по поводу коробок и раздаток. Летят у бедняг и коробки, и раздатки. А это какое поколение Ranger? Последнее поколение или предпоследнее? Это предпоследнее на механике. Странно. Вот у меня была такая машина, я с ней распрощался буквально недели-две назад. Она эксплуатировалась в очень жестких условиях. И, соответственно, ну, 120 тысяч на ней прошел в условиях экспедиции по постоянному бездорожью. Соответственно, ни коробка, ни раздатка. В идеальном состоянии. Ну, я расскажу свою историю. Может быть, я оказался таким уникумом. Ford Ranger за 30 с копейками тысяч, плюс сзади прицеп весом полтонны. И заблокировался дифференциал на скорости где-то 1,20. Причем на ровном месте, без всяких, как бы так сказать правильно-то, ну, ничего не предвещало беды. Заблокировался дифференциал, и, как следствие, умерла коробка. Официальный сервис. Заблокировался какой дифференциал, прошу прощения? Потому что там же межосемого нету. Поэтому это вопрос очень интересный, что у вас там было заблокироваться. Как мне сказал наш добростный сервис, нажал кнопку, не отжата была кнопка Revlog, собственно, разблокировки дифференциала. Ничего страшного, я могу точно сказать, потому что вот эта кнопочка, она как бы, если она включена, она начинает моргать у вас пиктограммы на панели приборов при превышении скорости 100 км в час. Я, как человек варварской сущности, ездил на этой машине с включенными муфтами на скоростях до 150-160 и гонял на полном приводе больше 100 км в час, при том, что это запрещено. Вот 120 тысяч машина была продана как раз по трансмиссии, к ней не было вообще никаких претензий. Единственное, у меня уже потом под самый занавес развалился передний дифференциал, но он развалился из-за очень жестких условий вытаскивания из тундры Land Rover Defender. То есть буксировка автомобиля такого же веса на протяжении двух тысяч километров из них 800 по тундре она, к сожалению, убивает подобные агрегаты. Но, соответственно, у меня умер дифференциалы и умерли крестовины карданов. Об этом у меня в LiveJournal можно подробно почитать, там эта история эпически описана. Вот, так что я подозреваю... Да, я подозреваю то, что здесь какой-то либо брак, либо сервисный какой-то... Ну, в общем, сами знаете, какие у нас сервисы в стране, к сожалению. И поэтому я бы не стал грешить это на машину. Это явно не системная проблема. И я, честно говоря, о такой поломке первый раз слышу. То есть я подозреваю, что это просто частный случай у вас. Ну, ладно. Не будем печалиться по поводу этой мелочи типа Жигулей, крутящихся под колесами у настоящей техники. Вернемся к большим фардам. Да, ну, мы, к сожалению, все равно будем периодически отвлекаться, потому что... Потому что у всех Рейнджеров и у никого нету F-ки, F-ки не ломается. Потому что Рейнджера, L200 и все прочие, они являются массовыми на наших дорогах. И все равно любой покупатель, он сравнивает с тем, что ему понятно и известно. Но я вчера об этом говорил, что ресурсы у японо-тайваньских пикапов, как раз разряда Мазда БТ-50, Форда Рейнджера, L200, Ниссана НП-50, Навара и так далее, он, ну, я думаю, в пару раз-то точно меньше, чем у американских траков. То есть, вот изучение всего этого рынка многократно подтверждало, что он... Подавляющее большинство агрегатов у американцев живут дольше. То есть, если мы сравниваем там внедорожники обычные, да, там, грубо говоря, и сравнить какой-нибудь там Форд Эксплорер, да, и там Лонг Крузер Прадо, понятно, что Эксплорер будет сыпаться просто как дрова. Особенно последний, если вдруг почему-то считать его внедорожником. Да, а Прадо будет ездить долго и счастливо. Вот к пикапам вот эта закономерность не относится. Поэтому я еще раз призываю всех слушателей не считать то, что я пою хвалу всему американскому автопрому. Нет, там огромное количество проблем своих, но уж что-что, а большие пикапы они строить умеют. Ну, вот так вот получилось. Поэтому на них стоит обращать внимание, несмотря на отсутствие нормального сервиса и обслуживания в нашей стране. Кстати говоря, соответственно, у нас в России нет нормальных ни складов, запчастей, ничего. Практически все у нас поставляется под заказ на большие пикапы, кроме расходников. Но спешу немножечко порадовать, ценники невысокие. То есть, если у вас, вы сравниваете, например, с тем же самым Long Cruiser, дороже в обслуживании F-ка точно не будет. Дешевле может быть, дороже нет. То есть, я сравнивал цены, например, с автомобилем Nissan Patrol, которых у меня было в ассортименте аж штук 5 на протяжении 10 лет. Ну, в общем, на F-150 запчасти чаще всего дешевле. Поэтому, в общем, не стоит этого пугаться. А по основным каким-то расходникам, в общем, все то же самое. Там летят элементы подвесок, там всяческие стабилизаторы, амортизаторы и так далее. Потом у большинства людей, кто пытается реализовать мощность двигателя, не выдерживают тормоза чаще всего. То есть, и тормозные диски коробят, и колодки горят быстрее. К передним карданам бывают какие-то претензии. Но в целом, если человек ездит спокойно, ну, то есть, грубо говоря, как мы изначально предполагаем, что все-таки как минимум 50% эксплуатации для этих машин должно быть по трассе. Ну, вот если у вас эксплуатация щадящая, то есть, много перегонов на дальние расстояния вы ездите на машине куда-нибудь по местным дорогам, а не только в городском режиме, то ресурсы, конечно, очень несовременные, скажем так. То есть, люди, которые ездят на современных машинах, уже неважно даже какого производства, японского, немецкого, корейского, мы уже начинаем отвыкать от того, что некоторые детали не требуют замены там больше 100 тысяч километров. Все-таки, как говорится, современный автопром в какой-то степени мельчает. Американский не очень, потому что, опять же, если сравнивать надежность американских больших пикапов, то я бы вас, как раз, призывал смотреть на более современные модели, потому что они с годами прогрессируют. Нет такого, что вот, знаете, надо брать там именно там машину, там, грубо, начало 2000-х годов, потому что у них меньше электроники. Нет, у современных совершенно все нормально с электроникой, отказов мало. Вот. И, кстати говоря, одна из рекомендаций, не, скажем так, не заморачивайтесь с дизелями, потому что американцы все-таки известны своей склонностью делать большие бензиновые восьмерки, но никак не дизельные двигатели. Вот дизеля как раз капризный к нашей солярке. И, скажем, рэмовские, например, каминзы, они более крепкие, чем фордовские. Но бензиновые практически безупречны. То есть, если взять там какой-нибудь старенький мотор, там, тритон 5,4, или уже чуть более поздний, 6,2, я вас уверяю, что проблем каких-то очевидных не будет. То есть, я с радостью выслушаю отзывы как радиослушатели, если вы знаете, что за этими моторами вводятся какие-то серийные недостатки, ну, я абсолютно уверен, что таких звонков в нашей студии не будет. Вот какая-то такая вот история. Вот. А, соответственно, по тяжелой серии, по 250-й, там все, опять же, немножко сложнее, потому что бензиновые моторы уже в основном 10-цилиндровые, они славятся тем, что они очень прожорливые, как раз в отличие от F-150. И ни о каком расходе там в 16-17 литров здесь вы уже никогда в жизни не услышите. То есть, по трассе V-образная десятка лопает литров 25. Я ездил на таком моторе, и это точно знаю, что меньше 25 она не может есть. Вот. А в городе расход 30-35-40 литров. Это обычный вообще показатель. Ну, и, соответственно, практически там 6,5 метров длиной машина уже особо ее нигде не запаркуешь. И в городе, конечно, это проклятье. Вот. Поэтому, если вот рассматривать как бы покупку именно большого трака, то единственное у него есть плюс, что у него все-таки спереди неразрезной мост, и с точки зрения какого-то там оффроудной подготовки, ну, наверное, да. там F-250, F-350 интереснее готовить. Там ставили какие-то огромные колеса и так далее. Но я вас буду все равно отговаривать от этого шага, потому что стоимость тюнинга, вот именно внедорожного, на американцев очень дорогая. То есть, подготовить машину для там охоты, рыбалок и так далее, чтобы съездить в лес, вот тут уже лучше смотреть на японцев. Потому что любая серьезная какая-то, любое серьезное вмешательство в конструкцию вот американского пикапа приведет к геометрическому росту ваших расходов на машину. И самое главное, что все дешевые какие-то комплекты для лифта, они чаще всего одноразовые. То есть, это сделано только для того, чтобы выкатить машину на какой-нибудь автошоу и все. Ну, или так, чтобы она просто работала как шоу-стопера около вашего там бизнес-центра. А если нужно, чтобы это работало, то ценники уже не будут ограничиваться там в полторы, в две, в три тысячи долларов за комплект подвески. Это уже будет и 10 тысяч долларов, и 15, и 20, то есть уже соизмеримо практически со стоимостью подержанного автомобиля. То есть, скажем, комплект хорошей подвески, которая вам позволит дубасить там по разным направлениям и удивляться всех наблюдающих за этим процессом может дойти до миллиона рублей. Берите сразу Raptor новый. Да, то есть, ну, Raptor на самом деле чем и интересен, тем, что это все-таки заводской продукт, комплектующие на нем установлены недорогие, но при всем при этом они все-таки все испытаны и проверены на заводе изготовители нормальными инженерами с нормальными испытаниями, и это не самострой. Поэтому за те же самые деньги лучше, чем завод, вы машину никогда не построите. То есть, если вам нужно, ну, у вас, в принципе, есть понимание, что вы купите пикап и все равно будете его тюнинговать, лучше купить готовый продукт. Это я вот просто вас предостерегаю перед выбрасыванием денег на ветер. Потому что у Raptor 35-е колеса в штате. Те, кто в теме, те понимают, о чем это. Те уже сглотнули нервы. Причем у него задняя блокировка стоит штатно, спереди у него стоит самоблок. Если штатные АТ-шные колеса поменять на грязевые, то эту машину остановить будет на бездорожье сложно. Все-таки, сами понимаете, очень эластичный мотор, хорошие низы, хорошие верхи, нормальная полноценная понижающая передача. Так что, в общем, только в пути. Поэтому не спешите тюнинговать, потому что есть готовое решение. Перерыв на новости. С Алексеем Мочиловым продолжаем крутить Viagra на языке. Сейчас она у нас называется Ford Series F. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Это вы говорите. Да. Я хотел сказать по поводу Ford Raptor. Вот новая машина у Ford'а появилась как раз пикап 6.2 двигатель. Я так понял, разговор шел до этого о раздатках на серии F. По этой машине, по предыдущим, как бы я не особо подковал, не было предыдущих машин. Вот Ford Raptor приходилось эксплуатировать. Машина, в принципе, больше заточена, конечно, под спорт, чем под пикап сам. Она реально внедорожник, по которому хочется полазить, куда-то уехать. Но на север я бы не сказал, что Ford как бы идеален. А какие противопоказания? Ну, как бы все-таки надежность машины Ford, даже пикапа как такового, ну, все-таки оставляет желать лучшего. Ну, вот есть какие-то конкретные истории, что что-то где-то сломалось, потому что нет такой у нас информации. Не серия F, а тот же холодильник, да, первые плейзеры. Вот вы сразу понимаете, я прошу прощения, что я вас перебиваю, но вы сразу переходите на другие модели конкретного производителя, да? Вот F серия, она очень отличается. Да, вот по этим претензий нет машинам. Они реальные, лошади, конечно, рабочие, на которых наверное одни из немногих машин, даже вот на Афоне там тундры и так далее, которые при температуре минус 40 совершенно прекрасно заводятся, прогреваются, у них совершенно термоядерные печки, у которых ничего нигде не выдавливают, которые работают в условиях Якутии, а вы представляете в Якутске какая температура, да? Совершенно нормально. Вот, я просто хорошо знаю, что такое бренд Ford в целом, да, и у меня, например, вот на автомобиле Land Rover Defender фордовский двигатель, вот он прошел 120 тысяч и умер, да? Но если мы будем переносить опыт владения Ford'ом Transit на F-серию, да, у нас ничего не получится. Это огромный концерн, да, это огромный концерн со своей философией, со своей практикой и так далее. Вот, поэтому я прошу прощения, что я вас слегка прервал, у нас просто очень мало времени, вот, но еще раз повторюсь, то, что F-серию нужно рассматривать однозначно отдельно. Роман, здравствуйте. Добрый день. Я вот, на самом деле, у меня был опыт обладания Lincoln Navigator, это такой более красивый бумажку завернутый из крыши F-серии, и, честно говоря, никаких навеканий к автомобилю не было, я до сих пор при нем очень тоскую, и пробег у него был порядка, я думаю, 300 тысяч километров, то есть в общей сложности, никаких... Ну да, а вы сами на нем сколько проехали? Я на нем проехал тысячи на 60 или 70, то есть я его купил где-то, наверное, 1240 было, я думаю. У вас какие-нибудь отказы были по машине? Ну, в основном меня мучила электрика, но это было связано с тем, что у нее был белый салон, я его все время чистил, и химчистка плохо сказывалась на проводах, скажем так. Ну, это вот как раз тоже типичный момент, что, когда американцы начинают заниматься, опять же, не своим делом, то есть они пытаются из, ну, по сути, опять же, трака построить Range Rover, сразу же, естественно, это выходит боком, то есть излишнее увлечение американцев разными проводами, гаджетами и люксовыми штучками, оно приводит к потере надежности, то есть типичный представитель, это, грубо говоря, Cadillac Escalade, то есть машина на нормальном шасси, в принципе, сама по себе нормальная, но по мелочам она чаще всего своих владельцев мучает достаточно регулярно, и, скажем так, огромного числа счастливых обладателей я ни разу не встречал. Стандартная ситуация, чугуны не льют хорошо, а как дело доходит до проволочек и контактиков, все сразу заканчивается. Такое ощущение, что у нас Сергей соскочил с линии, да, Сергея у нас нет, поэтому мы продолжаем наслаждаться Viagra и Ford'ом F-150, но и заодно Raptor. Ну да, вот, значит, по поводу, опять же, сложности обслуживания, вот, если брать F-серию тяжелую, F-250, F-350, например, дизельную, то на нашей солярке топливная аппаратура не живет, то есть нужно практически сразу вырезать всю экологическую начинку, EGR-ы, катализаторы и так далее. Вырезать в обычном сервисе вам это никто не сможет, потому что все завязано на мозги, нужно покупать специальный компьютер, через который нужно перепрограммировать, потом, соответственно, всю сеть. По этой причине люди, которые там сгоряча в порыве экономии нахватали дизелей, они чаще всего от них достаточно быстро начинают сбавляться, тем, что расход топлива у американского дизеля на удивление оказывается не сильно меньше, чем у американского бензинового мотора. Скажем, если у вас дизельная восьмерка будет вписываться в среднем там литров 18, то это хорошо. Опять же, стоимость дизельного топлива выше, чем бензин и так далее. У бензиновых моторов проблем с этим нет никаких. Но интересная деталь, что американские дизеля при этом заводятся очень хорошо в мороз. и даже на плохой солярке все равно у вас нет проблем ни с запуском, ни с чем, но чек-энжин это ваш постоянный будет спутник на панели приборов. Также, кстати говоря, на некоторых современных бензиновых восьмерках, но это связано скорее больше там с свечами, с проводами и так далее. Кстати говоря, в народе тритоновские вот эти бензиновые восьмерки фордовские прославились тем, что у них очень сложно меняются свечи, поэтому народ обычно не меняет их до тех пор, пока мотор очевидно уже не зажжет или чек-энжин или не начнет просто работать неровно или не повысится расход топлива. То есть по мануалу мало кто меняет свечи, потому что у неопытных людей сам по себе процесс может занять до двух дней. Нужно по автогенам срезать крыло, нужно отрезать лонжерон, потом бензопилой крышку снимать. И поэтому владельцы как раз Аваланчи и Сильверат всегда показывают пальцем на владельцев фордовских пикапов и говорят зато у нас вещи быстрее меняются. В остальном на самом деле конструкция простая как автобус Пайзик, поэтому если у вас есть там вы живете даже в маленьком поселке и у вас есть какая-нибудь транспортное предприятие в котором свое собственное не обязательно собственное в котором есть любой сервис который обслуживает грузовики то вот любая F-серия там будет обслуживаться совершенно на таких же основаниях совершенно легко. Вот, но еще раз подчеркну, что лучше все-таки остановиться именно на бензиновых моторах, тем более, что газ никто не отменял, кузова огромные, фордовские бензиновые моторы по крайней мере восьмерки на газу работают нормально, а вот с десятицилиндровыми которые, опять же, на тяжелой серии там уже есть проблема потому что не каждая топливная аппаратура в состоянии работать на десятицилиндровом моторе и чаще всего ограничиваются именно восьмицилиндровыми вот, поэтому в общем предостерегу от этого хотя, конечно F-250 и F-350 безумно красивая машина то есть с точки зрения дизайна он более мужественный и более такой чугунный агрегат на котором хочется есть и, кстати говоря по поводу комфорта хочется тоже рассказать такой как занимательный момент я в свое время когда менял один патруль на другой и рассматривал как вариант покупку Форда F-250 потому что по деньгам это было примерно одно и то же и мимо проскакивала как раз машина в очень таком прекрасном кирпичном металлике с совершенно изумительным салоном ну в общем просто F-ка была загляденье в общем я приехал его посмотреть сделал круг почета вокруг автосалона проехал через два лежачих полицейских понял что вот через всю страну я на этой машине ездить не буду потому что настолько жесткий ход у пустого пикапа что это просто невозможно то есть визуально можно как бы наслаждаться сколько угодно по хорошим магистралям можно летать как угодно но на пустой машине все-таки все мы часто ездим на пустых машинах какие бы не были бы коммерсанты ездить просто смерти подобно поэтому я соответственно для себя определился что вот будет возможность будет раптор нет возможности я подожду когда будет возможность вот поэтому завтра мы будем рассказывать про автомобили марки додж наконец-то по поводу каждого спрашивают там тоже есть на самом деле примечательные модельки и тоже фирма додж пытается сделать заряженную машину но об этом завтра целое занятие об этом до завтра до завтра